В минувшее воскресенье митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в соборе Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Храм был возведен архитектором Стасовым в первой половине XIX века и служил в качестве главной гарнизонной церкви города. После революции он был разграблен и закрыт. Богослужения возобновились лишь в 1990 году. Троица-Измайловский собор в Санкт-Петербурге является памятником архитектуры федерального значения. Здесь хранится самая старинная икона среди всех петербургских православных храмов. Образу Святой Живоначальной Троицы уже более 600 лет. Песня «Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе» и возглавил Божественную Литургию. Здесь среди молящихся были военнослужащие Измайловского полка Росгвардии. Мы получили указ президента, что полк, который стоит здесь рядом с нами, он будет носить им измайловского полка. Троиция возрождается доверационная. И, конечно, дорогие военнослужащие, этот храм ваш, приходите всегда в него, молитесь, просите помощи Божией в ваших непростых трудах. Владыка напомнил, что силы заключаются не в оружии, не в деньгах, а в благодати Божией. Поэтому верующим так важно исповедоваться и причащаться. Также митрополит в Арсенофе обратил внимание собравшихся на слова евангельского чтения о том, что нам необходимо иметь веру хотя бы с горчичное зерно. Поэтому нужно стараться, чтобы вера наша была подкрепляема добрыми делами. Если будут добрые дела, то Господь, конечно, будет укреплять нас в веру. Поэтому желаю всем, кто сегодня пришел в храм, чтобы Господь укрепил у вас у всех веру, чтобы мы были верными до конца своей жизни Господу и не боялись ничего. Что бы с нами ни случилось, случится все только по воле Божией. А воля Божия всегда благая, добрая для нас с вами. Поэтому будем веровать, молиться, ходить в храм Божий, как можно чаще исповедоваться, причащаться и исправлять свою жизнь. Храмом была подарена икона святого Сергия Радонежского. За заслуги перед Петербургской митрополией и в связи с 45-летием служения настоятель претерии Геннадий Бартов был награжден знаком священно-мученика Вениамина, митрополита Петроградского. Также отец Геннадий с супругой Еленой получили медали бога отец Иакима и Анны – 30 лет в браке. А за усердные труды на благо Святой Церкви и в связи с юбилеем претерии Константин Пархоменко был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова